А перед началом моего ролика я очень прошу тебя помочь в нашей игре выбраться в топ гугл плея. Скачай EpicMine по ссылке в описании и зацени её. Если тебе нравится Майнкрафт, то скорее всего наша игра тебе тоже понравится. Копай глубокие шахты, выплавляй ценные слитки, коллекционируй редкие кирки и узнай, что скрывается в центре земли. Ссылка на EpicMine есть в описании к видео. Приятного просмотра. Да что такое с этой машиной ведро какое-то? Так меня подвило дико. Ни в какую не заводится. Зараза, бред какой-то полный. Кто такой, Димон что ли приехал? О, Юген, тебя-то я ищу. Что случилось? Привет. Чё-то гонку-то не закончил. Да, ай, Тарантас, блин, прикинь, вот я тут на прямой этой разогнался, думал сейчас красиво в поворот войду. Дёрнул я, ну, руль, чтобы её в занос ввести. И всё, руль отказал. И она просто по прямой помчалась вот сюда, еле-еле затормозил ручником. И всё, после того она встала и не заводится даже. Какой-то бред, блин. Дерьмо, а не машина. Это странно. По крайней мере, я не знаю, что у тебя с рулевой, хотя всё было нормально, когда я движок ставил. Но двигатель я ставил на совесть. Так. Ну, к двигателю вообще проблем практически. Хотя нет, тоже там были места, когда чё-то он вообще не хотел разгоняться. Хотя ты говорил, там какая-то турбо-яма есть. Может я поэтому не привыкшу. Турбо-яма, это не отсутствие разгона. Просто особенность турбо-двигателей. Блин, чё делать? Я пипец как людей подвёл. Мало того, что механик на меня поставил деньги, так я на себя поставил деньги, так ещё и Рудик на меня деньги поставил. О, господи. Это ты зря. Это ты зря. Рудик, он такой человек. Он не прощает ошибок. Он же твой друг. Ты его не видел там, случайно? Ну, я его видел на финише. Собственно, он мне и сказал тебя найти. Я тебя предупреждаю по-дружески. Блин. Что Рудик не прощает ошибок. Кажись, у меня проблемы, да? Так, ну давай твою тачку сначала заведём. Я сейчас тут достану кое-какие инструментики. О, а ты можешь? Инструментики. Они у тебя что-то всегда с собой, что ли? Ну так конечно, кто же выходит без инструментов. На, держи ключи. Может нужны будут. Ну да, сейчас. Вот ведро. Ага. Так, капот тебе откроем. Хоп. Я думаю, даже не открывая можно через решётку посмотреть. Хотя, ну тебе лошадь дал. Не буду тебя учить. Ха-ха-ха. Так, мы... Чё делать, чё делать? Сейчас я мультиметром тут... Может гараж продать, что ли? Или... Денег. Ладно, хоть не всё отдал. 15к ещё там в гараже у меня сколько. Вроде тоже 15 тысяч отложил. На тяжёлые времена. Вот хорошо, что отложил. Главное, чтобы они там не скисли в этой бочке. Ну чё там? Есть что-нибудь? Чё-нибудь понятно вообще? Что там случилось с ним? Ну я так понял, что случилась диверсия. Чего? Диверсия случилась. В каком-то смысле? По крайней мере, я ещё никогда не видел, что просто так... Ломалась шестерня... Привода рулевого управления. Подпилил тебе её кто-то. Подпилил? Да. И отломался зуб. У меня в гараже никого кроме механика не было. Какого? Ну ты же знаешь механика. Ты в этом уверен? Нет, механику вряд ли. Ха, он такой человек, он скорее сам вряд ли, чем машину сломает. А кто тогда? На покраске, что ли? Она бы тогда раньше сломалась. Какая-то мистика. Ты уверен, что там подпилено? Ну тогда... Просто так такая шестерня не ломается. А почему он тогда не заводится? А, тут тебе кто-то турбины кто-то тоже подломил. Короче, точно была диверсия. Мы сейчас всё это замотаем. Всё это подделаем. Ну, урод, блин. Поедем очень медленно. А ты не знаешь, что на синих жигулях он, что ли, выиграл гонку? А, да. Он выиграл, обогнал мажора. Урод, урод. Капец, он меня так зачмарит, пипец. Мы же с ним и зарубились именно поучаствовать в этой гонке. А, ладно, всё. Мысли плохие. Прочь только позитивное мышление. Ты скажи, ты можешь как-нибудь её подрихтовать? Да, я смогу. Но мы только до ближайшего гаража доедем. И ехать она будет не очень. Тут, насколько я знаю, вроде недалеко. До моего гаража точно доедем. Да, я просто отключу турбину от общего контура. Будем просто на движке ехать. Он, кстати, ничего, 220 лошадей, если я правильно помню. Ну, давай, Димон, на тебя вся надежда. У меня, конечно, не такая тачка, как у тебя. Пец. Ну, у тебя, конечно, и монстр. Много стоит? Такая, как у меня. Ладно, не говори, не говори, не говори, а то я обзавидуюсь нафиг. Фух. Она не только много стоит, потому что не дешёвая, но и потому что я в неё много сил вложил. Да, я уже я вижу. О, кстати, насчёт вложения сил, насчёт вложения сил. Сможем, если что, в моём гараже твою тачку починить. А у тебя гараж есть? Да. Я же где-то пилю ваше приобретение. Приобретение. Хм. Ладно, поехали. Надо мне пару слов с механиком перекинуться, значит, побазарить с ним. Сейчас. По-хорошему. Погоди пару секунд, я тут... Буду всё-таки надеяться, что это не он. Топ. Хм. Вот. Вроде всё готово. О, отлично. Спасибо. Ну, момент истины. Так. О, блин, ну ты просто бог. Завелась, спасибо тебе огромное. Поехали, пожалуйста. Я предупреждаю. Что такое? Что случилось? Я предупреждаю. Это временная мера. Нужно по-нормальному учинить. Ладно, я тогда топить не буду. Давай тогда ты вперёд. Ну, чтобы мало ли она там на пути развалится, чтобы ты, если что, опять помог, ладно? Пожалуйста, Димон, я в долгу не останусь. Ладно, ладно. Да-да, давай, погнали. Да, вот. Угу. Я уже боюсь, блин, на этом монстре кататься. Фиг знает, чего от него ожидать. Разворачиваемся. К тебе в гараж сначала поедем? Да, давай, надо механика найти. А чё с ним, кстати? Куда он пропал? Да хрен его знает. Он вообще убежал к себе денег и взять на стол. Ой, блин, кокрец её заносит. Ладно, всё. Главное, руль слишком не крутить сильно. Подожди, пожалуйста, Димон! Я никуда не тороплюсь. Так, аккуратно, аккуратно. Ну, знакомые все лица. Ты чё с ним, удачник? Не удачник, ты чё там застрял? Ничего, ещё разберёмся с тобой. Проиграл. Всё, сивый, сивый, отвали, короче. Он, походу, бухой уже. Димон, а чё ты? Да блин, сейчас мне тачку протонёшь, урод сраный. Вот так ружа разваливается. Кипец, так обидный, жесть. Ладно, ну хотя бы до гаража доехали, уже хорошие новости. Так, ну там. Тут главное, я уже один инцидент спровоцировал там на покраске, сбил, прикинь, механика. Как думаешь, может он меня, как раз таки, и затаил на меня зло, обиделся, что я его сбил там? Ну, да нет, ну не думай, я же извинился. Ну, затаить или не затаить, но, я уже говорил, машину он никогда не сломает. Пошли посмотрим, а? Сейчас закрою. Так, где там ключ от гаража. Вот, смотри, когда этот убежал, я смотри, вот, вижу такое пятно тут мыслиное, как думаешь, от чего это? Да, это, похоже, это, это железная стружка с маслом. Как раз, когда подпиливали. Надо было дождаться механика. Ну, я его реально, блин, прикинь, ждал минут 15, если не 20, уже на гонку опаздывал. Ммм, а к этому гаражу больше никаких проходов нет? Да нет, никаких. Никто здесь не бывает? Сейчас я деньги вытащу свои... Не понял. Спустись-ка сюда. Что такое? Это что за фигня? Фух, ну деньги не пропали. Ну... Что за ерунда, кроты что ли такие? Да нет, не бывает таких толстых кротов. Вот думал же, думал же, что надо забетонировать. Пошли посмотрим с той стороны. Походу, это подкоп. Да. Это много чего объяснит. Никаких странных людей не видел? Да нет, ну мы... А, блин, реально отходили там. Ну, да прикинь, целый день же не буду в гараже сидеть. Хочется иногда справить свои естественные потребности. Ну да. Смотри! Ну, па... А в кусте как-то сюрприз. Что такое, блин? Что за сволочь это сделала? У тебя с собой ничего нету, чтобы закрыть эту дырку? А, нет. Хе-хе. Разве что в машине лопата. Купец, можешь, пожалуйста, сгонять? Да, сейчас. Ну, вот это, конечно, попаду у вас, блин. Да кто же на меня такое зло-то мог держать? Не понимаю. О, Димон. Ну чё? Хорошо хоть деньги не сперли, только я не понимаю. Раз они деньги не взяли, либо они очень спешили, что неудивительно, ведь мы там отходили. Кто там такой палит, а? Такие-то типы непонятные. Ладно, давай, надо ещё механика найти. Ну, видимо, да. Это много чего объясняет. Что они не взяли деньги, значит, они целенаправленно туда копались, чтобы мне жику подпортить. Сейчас, заткнём. Ну, это, конечно, временная мера. Не знаю, у тебя есть какие-нибудь идеи, как мне там обезопасить свой гараж? На, держи. Кстати, а зачем тебе лопата, а, в машине? Ну, такая вещь всегда пригодится. Там, в сне подкопать, яму выкопать, пойду и отнесу. Ладно, лучше не буду уточнять. Поехали, всё-таки надо навестить механика. Я, чё-то, мне кажется, тут... Что-то тут не так, что-то не чисто. Куда он мог пропасть? Такова, ты меня спросил-то. Ты же меня спросил, чё с этим подвалом твоим делать? А, да, я отвлёгся. Купи смесь, заделай стены, залей. Бетоном просто залить. Ну, либо кирпичей куплю. Ну, ладно, в общем, да, в целом, с этим надо что-то делать. Если просто, как нефиг, ко мне могут залезть в гараж, то это уже не дом моя крепость, а это просто какой-то проходной двор получается. Поехали, вот, ты же знаешь, да, где механик живёт? Ну, да, только нам не так уж и далеко ехать. Мы сюда могли бы и добежать. Вообще, я не понимаю. Можно, наверное, как-то скинуть, чтобы купить ему нормальное жильё. Да, механик странный. А ты видишь там чё-то какое-то... Чё там такое? Какое-то зарево там странное. Чё-то... Чё-то светится, да. Свет какой-то. Ха. Что это может быть? О, боже, блин, пожар! Да неужто? Пипец! Механик! Опа! Механик! Лопаты понадобятся! Она с собой, что ли, у тебя? Давай закопаем песком. Ай, блин! Жжётся! Так, тушим нафиг всё это. Крови сколько! Так, вот лопату настал. Жесть, я боюсь туда идти. Я лопату настал. Бегу, бегу, бегу. Давай, быстрее! Так, ну вроде механика тут нет. Кровать пустая. Тушим скорее. Всё, тушим. Нафиг сейчас весь след спалим. Оп. Оп. Быстрее, быстрее, быстрее. А, тут ещё... Ничего ты жёсткий. Одними кулаками тушишь. Ну, видишь, у меня перчатки? Запрасываешь землёй. Хе. Я бы так близко к огнению стоять не рискнул. Ну, блин, я боялся за механика, что тут... Ну, его... Тут нет, походу. Смотри, откуда столько крови-то? Уже бедный механик. Да кто же его так мог? Крок ли это? А-а-а! Слушай. Запах странный. Я когда бежал обратно в гараж, там видел, мажор убегал из-за гаража. Всё. Я всё понял. Походу, они его достали. О, смотри, записка. Ну-ка. Чё там написано? Сейчас. Ваш лесной бомж у нас. Приезжайте на стрелку к деревянной церкви сегодня ночью. Не приедете, мы его убьём. Пипец. Ну, нифига себе, богатенькие офигели. Это мажоры, это точно мажоры. Потому что мы тогда... Совсем берега попутали. Он тебе рассказывал, да? Ну, как мы с ним разобрались с мажорами. Ну, я знаю, какие тут мажоры. Бомжей они не любят. А механик жил как бомж. Ха-ха. Вот тебе опасность житья наедине с природой, блин. Да нет, мы... Он хотел, чтобы я разобрался, а я с дуру дал ему биту. Ну, и следил, чтобы его не тронули. Он, короче, их нахерачил, этих мажоров. Походу, они обиду-то и затаили. И на меня тоже. Вот меня не подпилили, походу, тачку. Если я не ошибаюсь. А его тут порешали. Блин. Капец. Получается так. Во сколько сегодня ночью? Есть какие-то идеи? Что делать-то, блин? Надо подготовиться. Надо подготовиться. Да, мы подготовлены, мил. Так, ну у меня железная бита старая есть. Гаечный ключ. Есть какие-то идеи? Какие-то идеи. Ну, блин, что делать-то? Зараза, сейчас его, прикинь, питают там. Вообще, чувак. Я боюсь, я боюсь за него. Чего? Что случилось? Я знаю, где достать неплохие орудия. По крайней мере... Ха. Монтировку там точно можно достать. Хе-хе-хе. Тюп, давай выйти. Давай тогда, чё мы ждём? Побежали. Нам до ночи надо усеять, подготовиться. Куда идти? Да, пойдём, пойдём. Поехали за мной. Давай, ты на своей, на своей. На мой гараж. У меня там дофига всякой ерунды. Окей. Ну, вот. Да ну я им просто все лица порву. Какого хрена он за нами бегает? Сволочь. Мало того, что победил в гонке. Чё, ему мало, что ли? Блюдок, блин. Ничего, Димон, пошли. Нам сейчас не до него. Димон. Силый. Димон, блин, сейчас тебя тоже поймают. Нафиг, пошли. Скорее механика спасать. Ну, я тебе надаю. Я тебе надаю ещё силой. Хе. Обнаглел совсем, как победил. Давай, давай, быстрее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...